В России стартовал прием заказов на Toyota Land Cruiser 300. Формально 300-й оказался всего на 200 тысяч дороже 200-го, но совершенно понятно, что дилеры захотят заработать на первых тиражах новинки миллиончик-другой, или даже третий, поверх рекомендованных цен. Пока что для заказа доступна только одна модификация, с бензиновым битурбомотором и десятиступенчатым автоматом. К дилерам живые машины придут под конец августа, а дизельные вообще подоспеют лишь осенью. В базовой комплектации Elegance за неполные 6 миллионов рублей есть электропривод сидения водителя, двухзонный климат-контроль, 9-дюймовый экран медиасистемы, светодиодные фары и блокировка заднего дифференциала. Но сиденья, на удивление, имеют тканевую обивку. В исполнении Comfort Plus кресла обшиты кожзамом, оснащены вентиляцией, и вообще такой крузак оснащен ощутимо богаче стандартного. А главное, к нему прилагаются передняя блокировка и адаптивная подвеска. Но и ценник почти 7 миллионов. Особняком стоит юбилейная спецверсия, посвященная 70-летию Land Cruiser. Ей, на удивление, положен лишь задний дифференциал повышенного трения. Зато внутри присутствует натуральная кожа, огромный тачскрин и премиальная акустика. Напомним, что со сменой поколений Toyota Land Cruiser отказался от моторов V8, перейдя на надувные шестерки. Однако рамная архитектура осталась неизменной, а новая платформа принесла улучшенную эргономику и электронных ассистентов. Российский Volkswagen анонсировал скорое возвращение кросс-универсала Passat Alltrack. Понятно, что модель привлечет лишь избранных оригиналов. Но факт того, что нам предложат интересную машину, делает честь московскому офису. Версия будет только одна. С двухлитровым мотором, семиступенчатым преселективом и полным приводом. Комплектация тоже одна, но максимально упакованная. С восьмью подушками, трехзонным климатом и прочим добром. И еще про Volkswagen. У Tiguan появилась новая спецверсия под названием Urban Sport, которая отличается наружным декором черного цвета, оспортивленной отделкой салона и рулевым механизмом с переменным отношением. Такой кроссовер бывает только полноприводным, но мотор можно выбрать. Новинка базируется на основе неплохо упакованной комплектации Status, а обойдется на 130 тысяч дороже ее.